Привет, с вами КамАЗ. Сегодня я записываю видео, посвященное игре The Last of the Us. Как вы знаете, многие вы уже, наверное, ее запускали. На релизе игра была дико забагована, у нее была очень низкая оптимизация, ужасная графика, качество графики, были там фризы, вылеты, краши игры, ну, что там только не было. То есть, если был хороший компьютер, там хорошие видеокарты, там 30, 90, 40, 90, 40, 80, 30, 80, на вашей крутой игре, она там на максимальных настройках, я видел обзор у кого-то, давала всего 30 фпс. Ну, что это за жесть-то такая? Вот, но я уже не говорю там про более бюджетные видеокарты, вот типа как у меня 2060. Но, тем не менее, я даже могу вам сказать то, что это было примерно одно и то же. Сильная у тебя видеокарта, слабая у тебя видеокарта, была очень херовая оптимизация, и игра давала очень-очень мало кадров. Вот у меня, я когда играл, там давало где-то на первой версии, там, не знаю, где-то там 35, 40, там, 50 фпс. Я там что-то пытался накрутить, перекрутить, там, настроечки сделать, ни хера это ничего не помогало, потому что в игре был тупо кривой код за дебильной оптимизацией разработчиков. Итак, значит, в этом видео я хочу показать, как можно в эту игру поиграть нормально, более-менее относительно. И при этом у вас будет красивая графика, и вы будете обладателем компьютер-средненького, типа как у меня, вот с 2060, там, 2070, там, 3060, 3070, вот на таких вот. На 10, там, 50, там, 1060, не знаю, как это все будет идти. Мне кажется, будет фризить. Ну, может быть, если включить там DLSS, там, минимальное качество, может быть, какая-то будет она работать более-менее, но я думаю, качество графики будет отвратительное. Итак, вот здесь вот сейчас стоит пресет, высокое качество графики, да, качество графики мне нравится, довольно красиво, но есть размыленность небольшая, вот есть фризы. Сейчас покажу пресет, это вот пресет самой игре, настройки самих разработчиков. Так, значит, где у нас-то тут графика? Вот, смотрим. Так, 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 так. А, ну, здесь, видимо, нельзя это посмотреть. Значит, это можно посмотреть только на основном экране игры. Сейчас я зайду, покажу. Ну, это жесть, блядь. Загрузка процессоров 100. Ну, как это, блин, как? Че там такие за дикие процессы? Вот даже вот смотрите, на основном экране игры загрузка процессора 100, блядь, а? И еще видеокарта 97100. Ну, жесть, жесть, нереально. Еще говорят, что они оптимизировали эту версию. Ну, ладно, да, она, может быть, чуть-чуть лучше оптимизирована, но срань осталась та же самая. Так, значит, графика. Где тут? А, ну да, вот, у меня, видите, конфигурация графики высокая. Вот на высоком там давалось сейчас у нас там 38, 40, 50 фпс. Ну, качество картинки было красивое, но четкости, конечно, особо не было. Итак, что я вам рекомендую сделать? Во-первых, это скачать вот эту версию 1.0.5.0, либо 1.0.5.1, она вот тоже вышла. Ее скачать, самые первые версии не скачиваем. Там 1.0.2, там 1.0.4, 1.0.3, их не скачиваем, они сырые и очень плохо оптимизированы. Ёбаный бабай, блядь, 100% загрузка видеокарты в настройках, блядь, в настройках! Что за жесть? Ладно, я отвлекся. Значит, что мы сейчас будем делать? Эти настройки в самой игры мы менять не будем, мы только их чуть-чуть подправим, чтобы картиночка была более прикольной, как смотрелась, когда... после. Значит, мы выходим на рабочий стол и находим там у себя такую панельку, называется GeForce Experience. Вот как раз в ней мы сделаем настройку. Вот, смотрите, здесь мы... Так, ну, там у вас будут различные игры, вот такие, да, вот. Здесь вот мы находим нашу игру The Lost of the Ass. И поставим здесь, вот видите, оптимальные настройки от тестировщиков-разработчиков GeForce. Ставим оптимальные и будем на них запускать игру. Потому что будете вы там заморачиваться, что-то менять, что-то подстраивать, у вас ничего не получится. Потому что я уже пробовал столько вариантов менять, ни хера ничего не помогает. Там у них там дико кривой код у этих разработчиков. Вот, то есть, туда ставишь больше, ставишь меньше, особого толка нет. То есть, на среднем бюджете добиться прям какой-то суперкрутой картинки, вот, самостоятельно меняя, невозможно. Вот, смотрите, у нас даже на оптимальных сейчас настройках 98, загрузка видеокарты на основном экране. Ну, тоже жесткая. Ну, сейчас посмотрим, как это будет выглядеть. Один из нас, запускаем, посмотрим. Ой, блин, я ж помню еще, когда при запуске, когда вот я первую версию запускал этой игры, там загрузка компиляции шейдеров была часа три, четыре даже. Думаю, ну, что это за трэш такой? Я вообще сначала подумал, что у меня компьютер завис. А нет, оказалось, он медленно-медленно шел. Один, два, три, четыре, пять процентов. Ну, вы прекрасно знаете, о чем я говорю. Вы тоже запускали эту игру в первый раз. Сейчас они немножко побылее это сделали, но тоже не супербыстро. Где-то в районе часа, может быть, полтора. Может быть, ну, там, в зависимости, наверное, от объема оперативной памяти, там, и с жесткого диска скорости. Ну, вот, это мое предположение. Ну, вот, смотрите, сейчас игра, тоже вот этот вот экран, сама игра запускается очень долго. Ну, и что, что вы там говорите, разработчики же, вот там, что вы там наоптимизировали-то, а? Ну, вот, запустили мы игрушку. Ну, что я вам скажу. Так-то, да, смотрится она хорошо, да, хорошо, красиво. Оптимальные настройки. 46, 43, 41 FPS. Довольно неплохо. Играть можно. Вот, ну, так, мыльцо видно. Так, смотрите, отражение, когда мы ходим, тоже все дело работает красиво. Ну, качество графики мне очень нравится в этой игре. Молодцы они, конечно, ребята. Но оптимизация очень плохая. Итак, смотрим, загрузка процессора 100. Видеокарта у нас 83. 83, 87. Процессор, прям здесь, видимо, дико, прям дико-дико грузится. Итак, ладно, давайте сейчас я покажу, что можно сделать, чтобы более комфортно, красиво играть. Ну, вот, смотрите, на таких настройках, как бы, поиграть можно, но это, опять же, не идеал. Но это хотя бы, вот мы что добились, красивой графики и более-менее стабильных FPS. Когда, видимо, разработчики там год-два пройдет, они там версию 2.0 там сделают. Там-то, я думаю, она уже будет летать там и на старых видюшках, и на новых видюшках. А пока что, в общем, играем в то, что есть. Так, значит, заходим в параметры, графика. Сейчас я сделаю небольшие настройки, здесь картиночка будет покрасивей, почетче. Так, вот здесь вот мы ничего не меняем, все оставляем как есть. Мы должны поменять настройки другие. Так, сейчас просто пропустил. В изображение мы заходим. Здесь у нас, значит, изображение оставляем, оставляем, оставляем. Оставляем, оставляем. Так, вот здесь, смотрите, режим масштабируемый мы поменяем с DLSS на FSR 2 от AMD, потому что у него качество картинки лучше, чем у на DLSS. Плюс мы поставим повышение резкости. Вот поставим на 85, это будет оптимально и красиво, и четко, и контрастно. Качество изображения, здесь вот у меня стоит качество, баланс и максимальная производительность. Но вот эти, если у вас там игра будет фризить, там не очень хорошие кадры давать, вот здесь мы тоже играемся. Ставим там либо баланс, либо качество, либо производительность. Ну, вот меня вот сейчас картинка устроила на качестве, плюс скорость, ну, на ней вроде можно поиграть. Дальше. Вот это мы дело должны все убрать нахрен. Тряска камеры, эффект скорости, аберрацию, зернистость и загрязнение объектива. Вот эти вот все параметры дают нам мыльцо в кадре. Размыленность, пропадает четкость. Ну, и еще, естественно, тратятся ресурсы видеокарты, и, соответственно, падает FPS. Смотрите, блин, ну что за жесть. Мы находимся в настройках игры, и у нас загрузка видюшки 95% и просто, блин, 90-100%. Ну, трэш, трэш. Ладно, применяем и смотрим, что у нас получилось. Так, что там по загрузке? 88, 80, 90, 90. Ну, чуть-чуть поменьше стала загрузка, но все равно высоко, сильно грузит систему. Но при этом, смотрите, качество графики стало четкое. То есть, картиночка стала более приятная, контрастная, насыщенная. Вот, смотрите. Вот так я медленно камеру пока буду водить. Лучше стало качество графики. Давайте сейчас я пробегусь. Ну да, действительно, смотрится лучше. FPS, так, ну 41, мыла нет в кадре, все быстро двигается. 41, 48, 50. Ну, в принципе, здесь, смотрите, на этом экране довольно много текстур, так что вот высоко нагружена текстурами картинка, она вот дает нам 45 FPS. То есть, тут бывают такие места, где не такая красивая графика, там будет, видимо, давать больше FPS. А здесь вот, на нагруженном участке он дает просадочку до 45. Так, давайте я сейчас еще попробую поставить пониже качество графики. Посмотрим, сильно поменяется, если мы FSR изменим на баланс. Баланс ставим. Так. Слушайте, ну, кстати, на балансе она тоже четко смотрится. Да, прибавочка FPS есть. Так что, наверное, рекомендую вам все вот эти вот настройки, как я поставил. И вам поставить FSR 2 не качество, а, наверное, лучше поставить баланс, чтобы игра побырее работала. Ну, а так, да, картинка устраивает, скорость работы все устраивает. Так что, да, рекомендую вот такие вот настройки. Сейчас я еще вот зайду, вот что там, куда мы там зайдем, посмотрим. Будут какие-то просадки, нет? А так вот пока, смотрите, видите, все быстренько двигается. Блин, загрузка процессора 100. Меня просто это бесит. Что за дичь-то такая? Фу, блин, а жесть. Так, здесь что у нас? 41, 45, 50. Вот здесь у нас... Давай, прыгай, 50. Ну, вот здесь, видите, менее, видимо, нагруженная картинка. Так, что тут надо найти? Доску какую-то. Ну, хрен с этой доской. Ну, в общем, сами попробуйте. В общем, тогда я заканчиваю видео. Надеюсь, что вам видео понравились. Мои настройки вот эти, которые я рекомендовал, может быть, вам понравились. Подписывайтесь на мой канал. Я и дальше буду делать обзорчики, настройки видеокарты. Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте мой канал, делайте репорции. Всем спасибо. С вами был КамАЗ. Счастливой, хорошей вам игры.